Так, подожди. А вот это лени по три тысячи здоровья. Фонтан. Вот! Понятно. К этим оленям лучше пока не подходить. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф и мы начинаем играть в Don't Start Together в соло, но с модификациями. Я подумал о том, что в общем-то довольно много модов есть в мастерской, многие о многих не знают. По каким-то модификациям я уже отснял видео, какие-то модификации вы возможно уже использовали сами. Но действительно есть большой объем модификаций, которые много чего нового привносят и с ними действительно можно поиграть. Ну и ссылочки на все моды, которые я использую, я оставлю под видео. Сейчас же давайте создадим игру. Попробуем что-то новое. Так, здесь у нас... Блин, у меня столько сохранений таких разных. Какие мне нужны? А, ну вот это вот старое наше можно удалить смело. Да. И создаем, безусловно, новое. Здесь нам нужен один игрок, нужно как-то назвать это все дело. Давайте типа... Вот так. Скиф мод. Ну, к примеру. Добавим, безусловно, пещера. Тут у нас есть дефолтно. Без гигантов. Together plus. Ну, давай дефолтные настройки оставим. В пещерах, пожалуй, тоже. По модам. Включим water mode. Я хотел еще взять другого персонажа, но потом подумал, что базовые персонажи в целом и так интересны. Будем играть именно за базового персонажа. Дальше что у нас? Candy machine. Вот это вот все включаем. Честы не будем включать, но немножечко читерно. Deluxe cooking pot. Вот этот вот тоже довольно читерный. Вот это включим. Equip slot extra тоже, пожалуй, включим в этот раз. Hell's info вот это обязательно, чтобы видеть. А это по приколу включим, что бы нет. Long lasting tent, наверное, нет. Не будем в этот раз включать. Дальше. Новый босс. Король свиней. Ну, давай включим. Вдруг сможем с ним что-то сделать. Что, конечно же, не точно. Можно будет экусов приручать. И в экусов. Ну, слезовцу. Попытаться, по крайней мере, сделать. Так. Маркированное. В общем-то, червоточное, чтобы мы видели, куда мы перемещаемся. Ну и, в общем-то, как-то так. Довольно много модификаций. Надеюсь, оно все со всеми этими модификациями еще запустится. Погнали! Что ж, в качестве персонажа возьмем Максвелла, известного кукловода. Элегантный, но хилый, что немаловажно. А то вечно я беру довольно толстых и мощных персонажей. Умеет разделять сознание на части. И когда-то он был повелителем мира, как знаем, Чарли его свергло. Погнали! Так. Одежда сантехника. Давайте его чуть-чуть более модно одеть. Нет, это чересчур по-европейски. Так, подожди, какие у нас варианты? У нас не так много вариантов. Можно в пижаму. Типа, ну у нас пижама что-то разноцветная. Ну, это, по идее, самый лучший вариант, что я могу предложить. Это стрёмные каблуки. Это вообще не то. Сандали. Ну, давай, такой, конечно, бичеватненький. Прикид, что поделать. Но скатился Максвелл. Прям как ютуберы на ютубе. Погнали! Что ж, базово у Максвелла у нас имеется топливо ужаса. С его помощью можно создавать себе помощь. Но об этом мы попозже поговорим. Пока что нам стандартно надо пофармить всякого разного, еды и тому подобного. У меня не очень много здоровья, всего лишь 75 единиц. Поэтому хорошая броня мне, конечно же, очень-очень сильно понадобится. Так, а что у нас тут вообще за биомы рядом? Плюс тут еще новые биомы. И вот всякое что-то новое, какие-то уже сходу растения. Вот это, кстати, интересно. Хилит и голод устанавливает. Окей. То есть, а фишечка будет в том, что тут у нас много-много всего нового, по идее, должно быть. И вот мы уже сразу нашли деревца такое прикольное. Мне это нравится, на самом деле. Единственное, что проблем у нас тоже будет много. Здоровья у нас не особо дофига. Мне надо будет сейчас как-то максимально быстро что-то в этом плане придумывать. Кстати, насчет теней, да? Кодекс умбра мы можем создать. Давай пока бросим книжечку. Что мы тут можем зафигашить? Офигашит. Так, теневого дровосека можем сделать. Каменщика можем. Землекопа. Дуэлянта. Ну, дуэлянт, он довольно хилый. Вот дрова рубить нам вполне себе понадобится. Но это мы позже сделаем. Пока что просто запасаем все, что можем. Кстати, зачем я это так далеко убрал? Еда нам пригодится. Кремень есть? Что там? О, а мы уже топорчик можем. Давай создадим. Это вот вкладочка от WaterMod. То есть у нас тут и кофе будет, и все такое прочее. Нет, крут на самом деле. Так, 150. Не так-то много. Ладно. Ебичеватый, конечно, прикид. Хотелось бы, блин, что-то хорошее выбить. Но что-то вообще не прет. И из коробок давно-давно ничего крутого не падает. Напишите, кстати. Возможно, вам что-то крутое падало. Самое крутое из того, что за последнее время вам удавалось добыть. Что-то круче, чем синяя или белая шмотка. Реально падает ли кому-то что-то крутое. Мне вот просто интересно. Потому что за всю, как бы, мою игровую деятельность в Don't Start в Together мне ничего хорошего не падало. Единственное, что-то крутое мне получалось скрафтить. Видосик есть, кстати, на канале, кто не видел. Где я крафчу. Ну, там довольно прикольные вещи. Вот эти мои сундуки всякие. Это я все скрафтил. Ну, денежек немножко закинул. Купил там разных скинов синих. Там каких-то, еще каких-то. И, получается, покрафтил из этого всего. И так оно что-то да получилось. В обычных же реалиях что-то ни черта там не получается скрафтить. Это обидка просто. Так, подожди. А нам золото и так далее нужно. Хорошо, мы запасли немножечко первых ресурсов. Я думаю, надо бы, наверное, сваливать. У меня вето, кстати, что-то мало. Надо исследовать мир. А вот опять это дерево странное. Опа. Так, а я их садить могу? Нет, я их бросить могу или схавать. Ну, допустим. Здесь у нас, по идее, тупик. Я так понимаю, еще вот это дерево. Но оно неплохо голод утоляет. Вот это растение неведомое. Что-то такое. Пич. Допустим. Там у нас болото, я уже вижу, неподалеку. Ну, и здесь, по идее, тупик, да? Так, да, вот они, новые деревца. Тут у нас вход подземелится. Ну, погнали куда-то вниз. Нам по-любому надо что-то туда поизучать. Еще бы веток собрать. Вот, веточки есть и кремня. Я себе дров могу потом позаготавливать массово, да и камень. Просто делать вот этих синевых союзников. В плане фарма это, конечно, должно мне жить облегчить. Но в плане боев это... Неплохо так все усложняет, на самом деле. Потому что практически любая ошибка может стать фатальной. И это не супер. Эм. Надо ровно столько же добавлять, сколько и сочные ягоды. Мне показалось, что это чуть получше. Но нет, нифига подобного. Странные какие-то растения. Как это может перевестись? Ладно, неважно. Погнали пока что исследуем местность. Пока первый день. Все хорошо у нас. Вот камушки нужны. Мне бы уже какую-нибудь сумку, типа того. И... Так же бы броню неплохо было бы заиметь. Хоть какую-то базовую. А то проблем нас масса ждет без брони. Учитывая, какой я хиленький по здоровью. Так, ладно. Селитру я пока подбирать, пожалуй, буду. Чего бы и нет, ладно. Селитру в дальнейшем все равно пригодится, поэтому чего бы и не пособирать. Плюс тут где-то еще должен быть новый биом, который добавляет модификацию. Там всякие разные фишки какие-то. Ну, думаю, посмотрим. Тут камушки, блин, обычные. Просто обычные камушки. Дайте нам необычных камушков. Вот эти, кстати, ягоды, они чересчур уже быстро портятся. Довольно-таки неприятный момент. И что-то я не вижу нужного нам камня. Вот эти храстения, что-то пруд-пруди просто. Я даже толком не знаю, какая из модификаций их добавила. Блин. Ну, ссылочка в любом случае на все модификации под видео будет. Ну, по-моему, та же модификация, которая новый биом добавляет. Вот что-то мне подсказывает, что это именно оттуда. Так, если кого-то слышу. Караты. Ну, караты, это наш старый, знакомый. Где, блин, камни нормальные, в которых есть золото? Вот чего я хочу-то, жажду. Здесь же пока что-то как-то вообще ими не пахнет. Но вот зато сплошь и рядом вот эти вот деревца, да? Ну, давай. Чего бы нет. На болотце я не думаю, что нам сейчас стоит суваться. Нам там, скорее всего, наваляют. И сейчас ночью давайте запасем сходу факел. Кстати, Максвелл очень подойдет теневой факел. Прям вообще в тему. Пока что союзников я, наверное, никаких делать не буду. Ну, его, возможно, как бы стоит поиспользовать. Только в этого боевого, к примеру, да? На фарме пауков каких-нибудь. Надо будет что-то придумывать. Я на Максвелл мало довольно-таки играл. Поэтому, опа, пауки. Поэтому, думаю, будет сложно на самом-то деле. Главное, не загибнуться где-нибудь внезапным образом. Вот здесь, по идее, должны быть камни, нужные нам. Которые с золотыми прожилками. Для самородки золота. Золота, да. Золото хранятся. А вот. Отлично. Сейчас бы еще научную машину успеть поставить. Давай, давай. Мы успеем. Давай. Опа, опа, опа. Отлично. Такс. Пока ночью, аккуратно. Постоим тут немножечко по крафтим. Я вроде веток подсобрал. Сумочку мы сделаем. И рюкзак. Отлично. И броню, 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 броню. Что он там по броне? Ага, ни дерево, ни веревок. Отлично. Ну, тогда давайте соберем все-таки. Ну, без брони как-то ходить, когда у тебя 75 хитпоинтов. Ну, это что-то вообще... Жесть жесткая. Поэтому давайте-ка оглядимся, что тут в округе. Очередной вход в подземелье. Подземелье у нас пока что особо желания переться нет. Кстати, вот чем уже лучше явно ягоды, чем вот эти сочные ягоды. Ну, это неведомо, что за фрукт какой-то. Тем, что он так быстро не портится. У этих ягод она какая-то сумасшедшая скорость. Ортенья. Какая-то дикая просто скорость на самом деле. Икс. Ладно, вот деревца рядом есть. Две, получается. Веревки надо. Ладно, мы сейчас заготовим. В принципе, не проблема. Что-то говорю, без брони я как-то нервусь сейчас путешествовать. Так, это мы сюда заберем. Там около базы где-то нашей. Которая у нас должна же когда-то появиться. Построимся. Так, получается у нас 8 есть. Но это аккурат все отдать, да? Давай, две веревки. И деревянная броня. Почему на деревянную броню до сих пор скинов нет? Тут, кстати, удивительно невероятно. Так, ладно, пускай научная машина пока постоит. Мы тут в округе побегаем, пособираем всякого. Камня, дерево. Возможно, еще что? Вот с крафтем. Я по себе еще шапочку хотел бы какую-нибудь. Ну и да, потому что я играю на Максвелле. Я все-таки поставил модификацию, которая позволяет ей деревянную броню сумку таскать. Потому что для него это довольно-таки критично. Блин, тут еще и кладбище. В принципе, Максвеллу тут не должно быть особо страшно. Ему вообще должно быть обидно, на самом деле. Я бы обиделся. Если бы я сидел на троне всевластия зла там какого-то, у меня пришла какая-то дамочка спихнула, которая раньше была лаборанткой, так скажем, или кем помощницей на подхвате, в общем, у Максвелла. Ну, такое себе. Интересно, получит ли этот сюжет какое-то на дальнейшем развитие. Или Чарли так и будет там. Ай-яй-яй. Топор сломали. Восседать. Никто ей не сможет бросить вызов. Посмотрим. Думаю, время покажет. Так, ну ладно, дровишки есть. Так, это все разрывать мы, наверное, пока что не будем. Так, а что получается? Мне сюда надо веток и травы. Ладно, погнали. Так, наверное, веток и травы соберем. Я просто хочу разломать эту алхимическую... Ну, научную машину, конечно, алхимическую. Так, и какое-нибудь дерево, наверное. Еще рубануть, почему бы и нет. Температура у нас довольно высокая, кстати. Жарко. Хоть и осень. Так, еще камень. Я, пожалуй, камни не буду пропускать такого рода. Золото намного понадобится еще на алхимическую машину. Ну и надо будет подобрать место для базы. Нынче, наверное, мы не будем селиться вот здесь. Потому что тут какое-то оно тупиковое место. Хочется, наверное, все-таки побольше иметь пересечений, да? С ключевыми важными точками, так скажем, на карте. А тут мы просто себя в тупик загоним. Блин, сейчас придется вот бегать искать ветки, траву. Ну, хорошо их довольно много в округе. Кремени у нас уже тоже в избытке. С едой пока тоже все нормально. Опа. Еще вот это все подъедим. Так, что там получается? Ага, у нас уже все есть. Ну, ветки они отчалят. Трава, в принципе, тоже лишней не бывает. Надо будет еще чайные вот эти всякие деревья выращивать. И цветы можно собирать, их потом на каркаде пускать. Вот, кстати-кстати, заварочку под каркаде сделаем. Чайок тоже хорошая тема, мы этим займемся. Но это уже когда базу поставим. Давай хотя бы пару веточек нам. Они будут все супер. И погнали туда дальше. Без веточки даже все факелы не смогут соорудить, если понадобится вдруг внезапно. Блин, а тут ни черта еще и веток нету. Если эти деревья рубить с них ветки-то не падают. Зато... Так, ладно, давайте заварку на каркаде пособираем хотя бы. Ну, типа, она делается из семи цветков, если я ничего не путаю. Да, каркаде-заварка из семи. А вот с ветками что-то тут туговато в этих биомах. Хотя бы травы много. Так, еще одна веточка. Что-то как-то уныленько. И еще одна. Эх, подумаешь. Пару веток нашли. Ладно, погнали к машине. Ну, веток у нас по-прежнему не так, чтобы дофига. Это минус, безусловно. Но, тем не менее, давайте пока что... Мола с варганем. Эту фигню все разрушим. Погнали пока что исследовать. Так, ну, большую часть ресурсов... Ай-яй-яй, семки. Ну, давай, ладно. Хашу лудичу развзял. Так, еще до каркадеса дособирать. Было бы неплохо. Так, у нас один факел есть. Но его явно не хватит на всю ночь. Если что, мы, по идее, можем себе второй позволить. Да, вы про две ветки на него и уйдут наши последние. Вот что-то как-то с ветками внезапные траблы. Не ожидал такого подвоха. Ну, ладно. Так, вот веточные деревья всякие вижу. А вот что-то веток под ними как-то не очень много, блин. Что вообще-то началось? Что тут за биомы-то странные? Где этот новый волшебный биом? Я думаю, мы до него тоже доберемся. Так, опаньки. Какие-то пустынные пошли. Каменные. Ну, я не против целом-то камня. Нам камня много надо. Возможно, имеет смысл костер пока поставить. Да, это, наверное, даже выгоднее будет. Костер поставить и те же камни порубить просто. Сейчас тут камни так валяются. По крайней мере, пока что. Так, ну мы куда-то уперлись, конечно. Надеюсь, здесь что-то будет. Не зря же мы сюда идем, да? Так, в плане голода давайте вот эти вот... Опа-опа! Растения съедим. У нас только морковочка осталась. Можно еще вот эти вот растения позабирать. М-м-м, да. Ладно. Я думаю, просто отсиживаться смысла нет. Побежали, наверное, исследовать. Если что, у нас запасной факел имеется. Зато теперь не имеется в запасе веток. Ну, я думаю, как-нибудь дособерем. Камушки, блин, валяются везде. Так бы ветки валялись, да? Лучше он за первые дни, конечно, максимально тут все. О-о-о! Хорошие валуны. Еще хорошие валуны. Вот это да. Я не против. Я думаю, я тут побегаю. Всякие валуны прикольные поразбиваю. Чего бы нет. Ага, начал бить камень. И проблема какая? Чтобы сделать кирку, нам нужны, вы не поверите, ветки. Твою ж налево. Вот беда так. А лунные всякие булыжники. Так-с. Блин, забыл свое уже правило. Видишь червоточину? Нафиг прыгай в нее. Не думай, просто прыгай. Ммм, кстати, неплохая местность. И у нас червоточина синим подсветилась. И здесь, соответственно, тоже таким же. Для пущей наглядности, да? По идее, тут где-то у бифала. Вот это круто. Так, что мы будем навоз запасать? Ну, наверное, возьмем в каком-то объеме, нам навоз по любасу пригодится. Тут еще и пшеничка вон растет. Пшеничку мы, наверное, тоже соберем. Давай хотя бы немножко. Блин, мне надо уже где-то базу придумывать. Ставить. Так, тут и травы много. Ну, как бы, у меня приоритет пока что хотя бы веток собрать. Если что, пойдем сюда, наверное, к поросятам. Возможно, где-то здесь можно будет и ставить базу. Получается, сюда дорога, здесь к болоту будет дорога. Там вот каменные биомы. Возможно, теоретически неплохое место. А затем биома может быть вполне себе пустыня. Она любит располагаться за каким-то таким. Ну, где летом будет появляться муравьиный лев. Все такое. Эээ, птица. Не успела ты съесть ягод. Так, ну веток что-то мега скудно. Ой-ой-ой-ой. Не пугай меня, Игора. Сейчас еще мне какую-то белую вещицу подкинут. Как она обычно бывает. Что у нас по пшенице? Уже три. Можем какие-нибудь булки там всякие печь. Что, в принципе, тоже неплохо. Но они не особо дофига, на самом деле, восстанавливают. В чем минус. А, напогнали в эту степь. Ух ты ж, бифлоп быстро гадят. Только пробегал они уже успели. Живут много чего. На вольных-то хлебах. Так, ладно, погнали. Опаньки. А вот это хорошо. Давай-ка свиных шкурок нам надо. А вон и свиные поселеницы, видать, рядом. С них плюс еще и ветки падают с этих столбиков. То, что нужно. Отлично. Может быть, возле свиней где-то неподалеку поселиться. Хотя нет, в полнолуния тоже траблы с ними. Хотя в полнолуния мясо можно будет фармить. К примеру. А, надо подумать на эту тему. А, вот и король свиней. Нифига себе, как я эту джабу шатнул. Так, ну у нас он босс, если что, да? Ну, так же с ним можно торговать. Все то же самое делать. Ну, если есть желание, можно попытаться его шатнуть. Но я не представляю, как в одничка это сделать. Это крайне-крайне сложно будет. Так, зато у нас 10 веток. Неплохо. Давай посмотрим. А вот, кстати, новый чудесный биом. Твою ж налево. Зеленый кролик. Нормально все. Не пугаемся. Все по плану. Все же видели зеленых кроликов и зеленых птиц. Смотри-ка, он ходит и вокруг него цветочки. Только они потом вянут. Это у нас источник РКД заварки. Хе-хе-хе. Хорошая тактика. Давай, РКД. Да, весело. У него еще сколько? Полторы тысячи здоровья. Можно попытаться шатнуть. Статуя какая-то божественная. Еще. Тут какие-то волшебные олени. Да, вот, кстати, ой-ой-ой. Вон подсветка врубается. Тут же камуши растут. Вот эти вот деревья, да, я говорил, что они отсюда. Так, смотри-ка, это довольно веселый биом. В плане куча растительности, куча цветов и тому подобное, грибы. Но тут какой-то подвох есть, насколько я помню. Возможно, ночью тут не стоит оставаться. А вот на этих деревьях, смотрите, сколько. Чупынь. О. Нормально. То есть четыре на дереве висит, четыре мы собрали. Логика логичная. Давай пока мы вот это сожрем. Блин, прикольно. Реально прикольно. Так, тут еще и мамон где-то бегал. Давай попробуем по дороге пробежать подальше, посмотреть, что здесь. Сейчас бы главное не сдохнуть ни от кого. А то вдруг тут какой-то вражина новый бегает. Который меня тут же нокаутирует. Ну, тут эти олени интересные, конечно. Цветочки они там вокруг себя плодят. Чего они, интересно, ночью делают? То же самое или наоборот? Так, скоро, кстати, ночь. Ну, вроде я не вижу тут каких-то проблем на этом... В этом биоме. Тут только олени, цветочки, деревца эти новые. Ну, часть старых там. Птицы какие-то зеленые. Возможно, есть какой-то новый крафт из зеленых птиц. Не уверен. Надо будет тоже попробовать. Ну, тут больше, походу, ничего такого особо-то и нет. В этом биоме. Ну, я читал описание, тут еще кое-чего должно быть точно. Вот. Но только там непонятно. То ли в полнолуние... Так, подожди. А вот это... Олени по три тысячи здоровья. Фонтан. Вот. Понятно. К этим оленям лучше пока не подходить. Не все тут так безопасно, как хотелось бы. Блин, ну, прикольно красивый биом, да? Реально красивый. Ладно, валим отсюда, пока меня тут не наваляли. Вот эти олени агрессивные. Они защищают фонтан. Из фонтана вроде как можно воду набирать во что-то там. О, ну ладно, нам как бы с этим, конечно, придет время разобраться, да? Но я думаю, попозже, попозже. Так, давай, подсветочку валим отсюда, пока тут ничего недоброго не произошло. В принципе, наверное, около статуи можно стоять, они же подсвечиваются. Такс. И шлем, наверное, надо сделать. Ну и перво-наперво открыть. Вдруг повезет. Ну вдруг, ну вдруг, ну давай игра. Ну хотя брат. Конечно. Наивный я, наивный. А я все верю. Надеюсь и жду, что что-то мне выпадет. Такс. Так, надо, надо, а, жди, тут надо алхимическую машину, само собой. Лады? На этом тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok